Добрый вечер дорогие телезрители, меня зовут Роман Выстараб, в эфире программа Прямой Эфир. Сегодня мы поговорим о нацпроектах в системе образования. Помогут нам разобраться во всем этом наши гости. Разрешите представить Наталья Александровна Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края. Ольга Андреевна Малик, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Ставропольского края. И Ольга Николаевна Пикалова, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая тема интересная. Нацпроекты в системе образования. Что это за проекты? Это первый вопрос, который приходит в голову. Вы знаете, что есть поручение президента о том, чтобы наши школы стали самыми лучшими школами. Что мы должны войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. Это хорошее. А также улучшению качества жизни, качества образования, качества воспитания и способствует реализация тех задач, которые поставлены нам национальным проектом образования. В рамках нацпроекта образования реализуется несколько федеральных проектов. В частности, Министерство образования активно реализует такие проекты, как поддержка семей, имеющих детей. Успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда, современная школа, учитель будущего и молодые профессионалы. На эти средства Ставропольский край, проучаствовав в конкурсном отборе, получил соответствующие федеральные средства. В целом, по нацпроекту образования привлечено средств с учетом краевого федерального бюджета более полутора миллиардов. Поэтому средства значительные, конечно же, те задачи, которые стоят перед нами, нам всем, нам, участникам образовательного процесса, образовательным организациям, все вместе, нужно решить для того, чтобы наши дети стали лучше, качество знаний еще выше. И, наверное, чтобы дети чувствовали себя более уверенными, профессионально самоопределенными, ну, соответственно, лучше жили. То есть даем все возможности для учебы детям? Максимально даем, для этого меняется инфраструктура, создаются новые места. Так, в частности, в этом году у нас завершено строительство школы в городе Михайловске, открылась на 1 сентября школа на 1002 места. Кроме того, за счет средств краевого бюджета завершено строительство школы в городе Ставрополь на 1550 мест. И это все в процессе. Продолжается строительство школы в селе Красноярском Андроповского района на 170 мест. Начато строительство школы на 275 мест в Кисловодске. Ведется реконструкция школы гимназии номер 11 в городе Пятигорске. И начато строительство еще одной школы в городе Михайловске, тоже на 1002 места. Но школы востребованы, достаточно большое количество детей во вторую смену в городе Михайловске, поэтому такая работа ведется. Но это только одно направление инфраструктура, создание новых мест. Есть, конечно же, много других вещей, которые отражаются на содержании. У нас создаются новые кванториумы, мы можем сегодня об этом рассказать в рамках проекта «Успех каждого ребенка». А в рамках проекта, например, «Современная школа» создаются точки роста. Это очень интересные центры цифрового современного гуманитарного развития. Официально они открылись по всей стране 24 сентября. И с 1 октября они уже прям активно примут детей. Уже начнется соответствующее финансирование. Начнут работы педагоги доп. образования и центры в режиме полного дня. С утра в рамках учебной деятельности, после обеда в рамках системы доп. образования. Готовы принять детей и показать, как работают квадрокоптеры. В медиазоне дать первые навыки общения, в том числе с камерой. И на открытие, которое было, например, в Грачевском районе я была. Приезжали в том числе ваши корреспонденты, которые давали так очень аккуратно детям, чтобы их не обидеть, какие-то первые советы, потому что они только начинают. Уже прошли первые уроки в шахматной гостиной. Очень интересно, конечно, было. Ну и, конечно же, первая помощь. Идите на открытие этих центров. Уже попробовали, что делать, например, если народное тело попадает. И на манекене, которые полного размера, в полный рост и чуть-чуть в уменьшенном варианте. Они пробовали свои силы, неважно, мальчики, девочки разных возрастов, для того, чтобы реально в жизни понимать, как же оказать первую помощь, для того, чтобы помочь тому, кто рядом с тобой, для того, чтобы действительно избежать какого-то несчастного случая. И эти точки роста будут способствовать тому, что и коммуникационные навыки будут, и проектная деятельность будет развиваться. Но и самое главное, дети будут пробовать свои силы находить себя не только в урочной деятельности, но и во внеурочной. А так как этих центров пока только 70 в нашем крае к концу, реализация нацпроекта их будет 289. Есть такой показатель. 68% сельских школ, школ, расположенных в сельской местности и населенных пунктах малой численности, они все должны быть оснащены вот таким оборудованием в рамках работы вот этих точек роста. Точка роста это получается своего рода как проект какой-то региональный? Да, это проект, единый дизайн-проект. То есть это и с одной стороны как проекты, и реально это место, в котором дети находят себя. Это две аудитории, определенные площади, по единому дизайн-проекту, разработанному здесь специалистами, в том числе свое ТВ, при содействии сотрудников образования, по утвержденному дизайн-проекту. Муниципалитеты провели ремонт двух аудиторий, поэтому дизайн-проекту оснастили. Сейчас завершены поставки мебели, буквально чуть и будут завершены последние поставки, будут оборудование, и дети начинают работать по одним программам, на одном и том же оборудовании современном. А самое главное, они когда смотрят направо-налево, им нравится находиться в этих аудиториях. То есть вот этот восторг первый внешний, когда они заходят, вот, ах, нам это нравится, они потом то же самое черпают и подтверждают этот восторг, когда вот они запускают квадрокоптер, но разве это не интересно? Конечно же, интересно и попробовать каждому. Я представляю. И вот сейчас их 70, будет их почти 300, в сельских территориях, где, ну, к примеру, там, вот там, Грачевский район, ну, пусть не Шпаковский, которому проще доехать в тот же Кванториум, а в Арсгирском районе до Кванториума не доедешь. Поэтому это возможность детям попробовать. Будет он этим заниматься, не будет, но я думаю, лишний навык, конечно, не повредит. То есть стереть эту грань между сельской школой и школой в городе? Это возможность повысить качество, в том числе и с учетом системы доп. образования, которая предоставляет возможности. Школа полного дня. Это будет как факультатив идти? Это прямо в системе доп. образования, кружки. А, это кружок. То есть с утра урочная деятельность, можно прийти, УБЖ проводить в этом кабинете, можно информатику там проводить, а можно технологию. Там лежат и лобзики, такое современное оборудование, которое нужно, востребовано, и учителя могут этим пользоваться. Мы говорим очень много о повышении качества общего образования, но не можем забывать о том, что это невозможно, если наши педагоги не станут другими, не будут владеть новыми технологиями, и сами не будут все время меняться. Это повышение квалификации. Однозначно. И поэтому наши педагоги за счет средств федерального бюджета сначала прошли обучение на онлайн-платформе, на федеральной. И так как мы знаем, как это происходило, сейчас же, знаете, чаты, все владеют информацией. Не все педагоги проходили с первого раза, но наши молодцы, конечно, разные субъекты участвовали. И только после того, как они сдали экзамены, их допустили к очной сессии. Учителя технологии такую сессию прошли на базе Кванториума в Астрахани, прошли соответствующее обучение, получили квалификацию, но они уже могут. Они могут запустить квадрокоптер, они могут сделать так, чтобы он двигался. Еще и научить детей это делать. Ровно так, когда они запланировали. То есть это все прогнозируемо, они могут это делать. И точно так же еще у нас осталась очная часть, такое же обучение до завершат. Вот, онлайн уже прошли, осталось завершить обучение преподавателям ОБЖ и технологии. ОБЖ, например, будут учиться на центрах МЧС. Я думаю, что это будет очень важно, востребовано. А это вот платные услуги или нет? Нет, в рамках федерального проекта. То есть спокойно дети, кто хотел, записался? Нет. Те, кто уже привлечен к этой деятельности и будет работать в составе центров, то есть они определены, эти люди, где они прошли, ну сначала мы внешне отобрали, кто подходит, по параметрам, по стажу, ну и так далее, много было там составляющих. Потом их направили на обучение, теперь по результатам обучения они могут работать в этих центрах. А дети? Вот я про детей имею в виду. Уй, дети, кто хочет. То есть кто угодно. Только желание. Захотелось ему научиться квадрокопер, пожалуйста, записывайся и учись. Да, они выбирают направление, которое им интересно. И на первых порах, так как их мало, этих центров, то эти центры нацелены на то, чтобы желающих из других школ тоже обязательно принимать. И в субботу они должны работать. Это здорово. А взрослых можно туда прийти тоже научиться? Сейчас на первых порах дети, а потом... Я сам с удовольствием бы пошел бы, научился бы летать на квадрокоптере и еще остальным вещам. Еще нацпроекты, я знаю, что вы вначале перечислили очень много их. Вот один из них... Вот успех каждого ребенка, например. То есть, да. Вот успех каждого ребенка. Что в него входит? Какие его задачи? Я думаю, Ольга Николаевна расскажет, и он ближе этот проект. Успех каждого ребенка... Вообще, я должна сказать, что все проекты друг друга дополняют и как бы рассматриваются едино, пересекаются друг с другом. Да, успех каждого ребенка, он работает на достижение цели и современной школы, и молодых профессионалов, и ряда других проектов. Задача в чем? Задача воспитать личность патриота в развитую, счастливую, здоровую. А для этого есть как бы основные показатели. Один из главных – это охват максимального количества детей к 2024 году дополнительным образованием, бесплатным и качественным. И все остальное, что мы делаем в рамках успеха каждого ребенка, нацелено на то, чтобы наши дети были заняты после уроков в хороших, красивых условиях с замечательными компетенциями преподавателями. Что мы сейчас, на сегодняшний день имеем? Будет создана в 2024 году сеть кванториумов, детских технопарков и мобильного технопарка. У нас в 2017 году уже был открыт кванториум. Мы выигрывали грант от России. Мы его построили. Он находится в Михайловске. На сегодняшний день он является структурным подразделением филиала нашего знаменитого уже четвертьвековой юбилей празднующего центра «Поиск», центра для одаренных детей. Там же, в этом году, буквально через две недели, мы открываем еще одно, так сказать, учреждение, центр цифрового образования IT-куб. Он, как бы, де-юро сидит в проекте цифровая образовательная среда. А де-факто он дополняет деятельность кванториума в точек роста, мобильного кванториума. То есть это единое такое пространство, в котором дети получают навыки ранней профилизации, навыки самоопределения и ориентируются на технические специальности в первую очередь. Что у нас сегодня получается? Мы уже через неделю открываем IT-куб. Я на нем более подробно остановлюсь. В следующем году... Мы его сейчас проанонсируем заодно. Да, 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 проанонсируем. Ну, у нас, вы знаете, аншлаг всегда у всех наших учреждений. Поэтому мы не переживаем, что они останутся незаполненными. Кванториум в следующем году у нас будет создаваться в городе Невиномысске. Через два года, в 22-м году, мы откроем еще два кванториума в городах Буденновск и Ставрополь. Деньги мы уже выиграли. Мы их имеем, да, и эти, как бы, ну, центром вот этой сети кванториумов будет у нас, конечно, центр поиск. Потому что там есть база, люди обучены и так далее. И в следующем году мы тоже выиграли деньги. Будет закупаться автомобиль, который будет начинен высокотехнологичным оборудованием, который будет выезжать в шесть агломераций, так называемых, Ставропольского края, куда будут стекаться, ну, допустим, приехали в Изобилинский район, все близлежащие территории собрались и приехали обучаться на оборудование, которое доставил мобильный кванториум. То есть дети из самых дальних территорий края получат возможность тоже прикоснуться вот к этим специальностям. У нас какой-то город будущего получается. Я боюсь, что мы уже просто не будем успевать. Края будущего. Края будущего. Не хочу добегать вперед, но идея у нас такая, что мы в конце концов вот на территории, где у нас сейчас расположен кванториум, айтикуб открылся через две недели, там же будет мобильный технопарк, и там же в конце концов, Наталья Александровна, наверное, мы все-таки сделаем такой детский наукоград или Центр дополнительного образования по типу Сириуса знаменитого, которые, по идее, должны возникнуть в каждом субъекте России к 2024 году. Осталось только успеть за нашими детьми, за их развитием. А не будет ли это отвлекать от школы, на самом деле, по нагрузке для детей? Вот это все дополнительное. Я думаю, что не будет, потому что у нас расписание единое, есть единый федеральный государственный образовательный стандарт, единые, примерные, основные образовательные программы, а самое главное, у нас есть требования Роспотребнадзора, и нагрузка определена у детей с 1 по 11 класс, поэтому перегрузки здесь не будет. А если в системе доп. образования ребенок что-то для себя нашел интересное, и он с желанием туда ходит, то два раза он ходит в системе доп. образования на какой-то кружок, или он ходит на два кружка и четыре раза задействован в неделю, то это ж только на радость ребенку и родителям, потому что если он находит, что ему это интересно, если педагоги востребованы, знания, которые он там черпает, ему нужны, и он хочет пойти в следующий раз на этот кружок, да это просто замечательно. И поэтому то, что сказала Ольга Николаевна, это действительно взаимно дополняющая такая единая сеть. Нету отдельно, как такового, IT-куба, отдельно кванториума, отдельно точек роста. Есть в целом образовательное пространство. Наша задача сделать все, чтобы качество образования стало выше. За счет уроков, за счет внеурочной деятельности. Ведь какая разница и родителю, и учителям, где он вот почерпнул эти знания. Он услышал на уроке, дополнил где-то на кружке, он был в IT-кубе, или он смог приобщиться к цифровым технологиям в системе, мобильный технопарк. Главное, что эти знания у него есть. И когда он выбирает, например, предмет информатика и достойно сдает единый государственный экзамен, а до этого основной государственный экзамен, естественно, он получает какие-то шансы, какие-то бонусы, и он может и в дальнейшем выбрать то, что для него приоритетно. То есть тот вуз, который ему важен. Потому что год от года мы, конечно, можем говорить, и мы говорим о том, что результаты наших детей на едином государственном экзамене стали выше. Но мы же понимаем, что есть вторая сторона медали, они стали выше и в целом по стране. Поэтому мы должны понимать, что мы должны понимать, поднимать качество, при этом помня, что наши дети должны быть конкурентоспособны. И поэтому повышение качества, обязательно профориентация, чтобы дети понимали, что им интересно, вообще подходит ли им это. Вот я думаю, эти приоритеты у нас и должны быть. Я хотела бы сказать, сейчас у нас интересный проект начал реализовываться. Базовые школы Российской Академии Наук. Две школы выбраны Российской Академии Наук в крае всего таких 108. Выбрано 32 региона, 108 школ. Наши две школы вошли. Это 25-я гимназия, 14-й лице. Это базовые школы Российской Академии Наук. 1 сентября проект запущен. Эти две школы опробируют на себе новые технологии, методики. Мы начали работу совместно с Северокавказским федеральным университетом, но под эгидой Российской Академии Наук, Министерство просвещения, так как это школа, и Министерство высшей школы, Министерство образования и науки, так как мы работаем с ВУЗом. Задача взрастить молодых ученых. То есть вот это желание исследовательской деятельности, оно должно появиться, если оно есть, то оно должно укрепиться для того, чтобы усилиться это желание, для того, чтобы дети хотели идти в науку не просто позаниматься отдельными проектами, а заниматься на систематической основе. Но эти школы, это не сама цель, это две школы, как начало реализации проекта, и мы планируем, что впоследствии они станут в рамках сетевого взаимодействия работать и с другими школами, которые готовы подключиться к проекту, а значит мы опять же будем использовать возможности ВУЗа, их лабораторий и, конечно же, тех новых организаций, структурных подразделений, которые появляются по краю. Мы, конечно, всех их будем вовлекать, потому что цель одна, наши дети. У нас будут расти одни ученые. Нет, вы позволите добавить, я только об этом подумала, вы знаете, нет, вот успех каждого ребенка, он многогранен сам по себе, и мы, конечно, для нас важно, чтобы наши дети были здоровы, физически, веселы, бодры, энергичны. И вот у нас результат, один из результатов успеха каждого ребенка, это создание условий для занятия спортом и физкультурой в сельской местности. Хочу сказать, что Рокурсский край уже давно успешно участвует в этом проекте, он еще был до национального проекта, но сейчас влился в его, так, органично, в его показатели. Интересные прям результаты. Интересные прям результаты, да. У нас каждый год, начиная с 2014 года, в Крае ремонтировались 26 спортивных залов в сельских школах и создавались 26 сельских школьных спортивных клуба. У нас вот на сегодняшний день, наверное, более 8 тысяч детей, мы дополнительно создали условия, чтобы они могли заниматься спортом у себя в селе в комфортных современных условиях. И вот мы вновь и вновь, на следующий год мы снова продолжаем этот проект. Уже, наверное, года через 2-3 мы завершим ремонт спортивных залах в школах сельских и перейдем на малые города. То есть города с заселением менее 50 тысяч человек. Их у нас в Крае тоже достаточно. И будет тогда сносить уже оборудованием и делать ремонты в этих спортивных залах. То есть мы не собираемся зацикливаться только на интеллектуальном развитии ни в коем случае. Дети должны быть разносторонние. И одна из задач нашего национального проекта это воспитание гармонично развитой, всесторонней развитой личности. Просто идеалы, я бы сказала, Древней Греции возобновляются. Еще добавим туда культурную составляющую, такие театры. Да, ну-ка, вы знаете, просто добавлю к слову, что вместе с тем, хотя акцент сегодня делается на техническом творчестве, конечно, самым популярным остается художественная направленность и спортивная направленность. По крайней мере, у нас край. И все родители хотят, чтобы их дети играли в футбол, бегали, прыгали, танцевали, пели, вышивали крючком вместе с тем. Вот сейчас очень много детей, я даже, к примеру, у меня сына, ему 7 лет, огромная страсть. Квадрокоптеры, робототехника, то есть что-то связано с конструированием. И таких детей очень много. Сейчас просто современная технология, они настолько шагнули, что детям интереснее в этом развиваться. Когда есть такая возможность углубиться, это, я считаю, прям замечательно. Есть. И вот несколько слов про IT-куб. Это, знаете как, да, и квадрокоптеры, и робототехника одна из направляющих. Там уже, знаете, я вот сейчас сегодня с Лайей коллегам говорю, я даже слова таки не выговорю, которые вот сейчас оперируют, которыми оперируют дети сегодня. То есть у нас там подтягиваются интеллектуальные партнеры, такие как Microsoft, Яндекс, Samsung, Lego, Крибрум, алгоритмика. И получается, что, допустим, в том же IT-кубе есть четыре программы, на которые абсолютно отбор не ведется, дети любые приходят и занимаются. Но есть две программы, на которые ведется определенный отбор. То есть они сначала тестируются на платформе партнера, допустим, Яндекса, потом с ними работают в очном режиме преподаватели, и только после этого дети идут на программу годичную. Допускаются. Допускаются. Это как бы уже подготовка такой интеллектуальной элиты технической. А вот прийти детям, в каких школах есть такие дополнительные образования? Это же не во всех школах у нас? Ну, сегодня робототехника становится такой, как бы, да, уже составляющей каждодневного процесса. То есть из любой школы? У меня ребенок учится в одной школе, но пойти на вот это дополнительное образование, факультет, он может друг другу, в любую? Вот сейчас я говорила про IT-куб, да, только про IT-куб, да. А в принципе, у нас как бы уже, да, создана сеть в городе, школа партнеров Кванториума, IT-куба, которых автобус Центропоиск централизованно собирает, доставляет на занятия и вот таким образом мы работаем. А мобильный технопарк, повторюсь, он будет такие же знания нести детям в отдаленных сельских местностях. Вот сейчас нас телезрители смотрят и некоторые, наверное, родители, вот хочу своего ребенка и он хочет попасть вот в такое развитие. Куда идти ему? Что делать вот им? Куда обратиться? Куда обратиться? Ну, если Кванториум или IT-куб, то есть сайты. Детский технопарк Кванториум Ставрополь и Центр цифрового образования IT-куб. Набор продолжается на сегодняшний день. В IT-куб у нас набрано порядка 200 человек, то есть еще 200 человек мы набираем дополнительно. В Кванториум вообще без проблем. Вы звоните по телефону, который указан на сайте Кванториума и записывайтесь. Но уже вообще набор прошел, честно говоря, у нас уже до 15 сентября. Но в конце концов вас поставят в очередь. Попасть, как вот это все... На сайте, пожалуйста. На сайте любого учреждения дополнительного образования, не только Кванториума и IT-куба. Вот еще мы затрагивали нацпроекты интересные в начале. Мы с вами говорили, вот точка роста есть. Получается, есть точка роста в рамках проекта «Современная школа». Все, что связано с доп. образованием, это в основном проект «Успех каждого ребенка». И в дополнение к системе профориентации, я думаю, у нас работает проект «Молодые профессионалы». Вот Ольга Андреевна могла бы о нем рассказать. Конечно, да. Региональный проект «Молодые профессионалы» он направлен на модернизацию всей системы профессионального образования в нашем крае. Основными результатами достижимыми после реализации данного проекта это будут открытия мастерских, оснащенных самой современной техникой, также открытие опережающего центра профессиональной подготовки, развитие движения WorldSkills и также проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. В реализации регионального проекта у нас принимает участие не только государственная профессионально-образовательная организация Старопольского края, которых 44 в крае, а также и учреждения частные, колледжи, техникумы, и также образовательная организация высшего образования федерального подчинения. Это очень приятно и очень радует, потому что система профессионального образования, она охватывает различные учреждения. В этом году в мае наш край является победителем отбора, который был проведен Министерством просвещения Российской Федерации на получение грантов для открытия мастерских. И в этом году у нас будет открыто 10 мастерских по двум направлениям. По направлению информационно-коммуникационной технологии в городе Лермонтове на базе Лермонтовско-регионального многопрофильного колледжа и также на базе Георгиевского техникум механизации, автоматизации и управления по направлению искусства, дизайн и сфера услуг. 10 мастерских будут открыты уже в декабре этого года. То есть это не дети, это уже взрослые? Это наши студенты. Я хочу сказать, что открытие данных мастерских направлено не только на подготовку студентов по новым программам, на новом оборудовании, а также и привлечение наших граждан Старопольского края для прохождения программ повышения квалификации, программ подготовки и переподготовки по различным профессиям и специальностям. И также привлечение ребят, школьников на профориентационные мероприятия. Об этом я еще обязательно скажу далее, потому что, как уже говорили мои коллеги, все рекпроекты между собой очень тесно переплетены и взаимосвязаны. Всего будет к концу 2024 года у нас открыто 50 мастерских по различным направлениям, поэтому мы хотим, конечно же, охватить разные направления. В частности, нам очень интересны направления сельского хозяйства, которые для нашего края очень значимы. Также направления промышленности, направления, которые связаны также социальной работой. Это тоже достаточно востребованное направление в нашем крае. Демонстрационный экзамен в этом году у нас проведен массово впервые. В этом году мы уже охватили более 70 человек и еще к концу года 200 человек пройдут демонстрационный экзамен. Что такое демонстрационный экзамен? Это когда студент покажет себя, покажет свои знания и умения, как говорится, от и до, под наблюдением специалистов, экспертов. Эксперты приглашаются не только с учреждений. Кураторство, да, получается? Конечно, кураторство, наставничество. Привлекаются эксперты и также под объективами камер, которые демонстрируют данный экзамен в сети интернет. Прямая трансляция идет в обязательном порядке. Это очень сложный экзамен, потому что представляете, когда на вас может посмотреть любой и Мало того, что экзамен, еще и на тебя камеры смотрят. да. Наши ребята с этим справляются достаточно успешно и по различным компетенциям, по профессиям, специальностям они демонстрируют свои умения. Если это повар, то начинается от раскладки инвентаря на столе и заканчивается приготовленным каким-то блюдом, который будет уже отведан нашими экспертами. Потому что это очень интересная форма экзамена, которая, еще раз повторюсь, предполагает показ всех своих умений и знаний, которые ты приобрел в результате обучения. Также у нас в этом году выигран грант на открытие Центра опережающей профессиональной подготовки. Данный центр будет открыт на базе федерального учреждения, это Старопольский государственный аграрный университет, где будут реализовываться программы, как в сетевой форме для наших учреждений. Также и программы опережающей подготовки, это краткосрочные такие, скажем, курсы для граждан населения Ставропольского края. То есть записываться все могут? Будут записываться все, да. Анонс данных программ будет у нас в следующем году. Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки, оно будет единое по всей стране 1 сентября, поэтому на сайте данного центра, конечно, появится перечень тех программ, которые будут реализованы как на базе данного центра в Аграрном университете, также и на базе наших учреждений, которые расположены на всей территории Ставропольского края. Данный центр будет являться координатором реализации данных программ, но обучиться по данным программам сможет любой желающий гражданин. То есть какие-то возрастные есть ограничения? Возрастных ограничений нет никаких. Всю жизнь проработал пекарем, потом говорит, а пойду-ка я попробую себя строителем или слесарем. И мы поможем в освоении новых компетенций, даже с удовольствием, потому что то оборудование, которое сейчас приобретается и пополняется в наше учреждение, где создаются мастерские и также центры опережающей профессиональной подготовки, они соответствуют всем тем мировым стандартам. И сейчас очень часто такое слово новое может быть для кого-то, это стандартом WorldSkills. Движение WorldSkills на территории Ставропольского края развивается с 2014 года, за последние пять лет у нас открыт региональный координационный центр, у нас открыты специализированные центры по различным компетенциям на территории всего Ставропольского края, данные центры имеются. медали. Конечно, из-за медалей сейчас обязательно скажу. Вот, ежегодно проводится у нас региональный чемпионат, по результатам регионального чемпионата и отборочного чемпионата, который проходит на территории Российской Федерации, наши ребята принимают участие в национальных чемпионатах. В этом году данный чемпионат был в Казани по 15 компетенциям, 19 ребят, не только студентов, профобразования, но также и школьники приняли участие в данном чемпионате. Я хочу сказать, что если мы в 15 году начинали с 5 компетенций, то в этом году этих компетенций уже было 38, и 8 из которых это компетенции направлены на отбор среди школьников. Это тоже очень важно, когда профориентационная работа и заинтересованность школьников, которые сегодня уже не на закончил, можно идти работать уже. Конечно, у него уже есть скиллс-паспорт, и он уже настоящий специалист своего дела. То есть можно с таким документом прийти и устроиться на работу? Не исключено. Немножко мы еще подучим, да, ну а вообще, конечно, не исключено. Это здорово. Вот, и ярким примером являются ребята 15-го лицея, которые победили по компетенции сетевое и системное администрирование в городе Казань. Это очень большой, высокий результат был достигнут, поэтому есть к чему стремиться. Есть чем гордиться. Конечно, есть чем гордиться. Также у нас среди юниоров у нас есть медальон по компетенции выпечки осетинских пирогов. Да, вот, это тоже очень примечательно. Но наряду с нашими школьниками в чемпионатном движении WorldSkills и принимают взрослые по компетенциям навыки мудрых. Также хочу сказать, что в этом году представитель Ставролен на национальном чемпионате занял третье место. А мастер по техобслуживанию и ремонту автомобильного транспорта из Невиномысского института также получил медальон за профессионализм. Тоже очень почетно и очень значимо для нашего края. И вот сразу такой же вопрос, как предыдущий, куда идти? Как попасть во все это? Значит, если мы хотим обучаться на базах наших мастерских и центра опережающей профессиональной подготовки, можно обратиться в учреждения, на базах которых создаются данные мастерские, повторюсь, это Лермонтовский региональный многопрофильный колледж, Георгиевский технику механизации, автоматизации и управления и также Ставропольский государственный аграрный университет. Но, помимо этого, любой желающий может обратиться в учреждение профессионального образования, которое находится в их муниципальном районе, обратиться, подать заявку. Также может обратиться в центр занятости, с которыми мы ведем очень тесное взаимодействие. И когда имеются некие заявки, они обрабатываются нами совместно и предоставляются места для обучения. Если позволите, немножко добавлю, продолжая тему WorldSkills, хочу сказать, что в этом году мы этим страшно гордимся. Мы выиграли в количестве, в общем, половина субъектов всех страны сумели войти в программу в проект «Билет в будущее». Я напомню, что идея проекта принадлежит нашему президенту. Он ее озвучил, он стал развивать эту платформу. И вот в этом году мы выиграли грант агентства WorldSkills «Молодые профессионалы». Это связано с ранней профилизацией детей. Что у нас сегодня происходит? 195 школ вошли в проект. В конце года 19,5 тысяч школьников будет охвачено мероприятием ради профилизации. Что это такое? Электронная платформа, на которой дети проходят первый этап ознакомительного тестирования с профессиями и с компетенциями. Затем они проходят в углубленный формат и третий формат туда доходят не все, не дети, а примерно половина из тех, которые были заявлены. Это те дети, которые уже видят себя в профессии и могут себя в ней попробовать. И вот тогда они отправляются в центры, в мастерские и в 16, у нас 16 организаций, две организации высшего образования, это Северокавказский федеральный университет и Аграрный университет и 14 организаций профессионального образования, наших, государственных, они предоставляют такие площадки. Называется это профессиональные пробы. Совершенно верно. Когда педагог-наставник, а всего у нас в крае 224 учителя педагога-навигатора и немножко меньше педагогов-наставников, они помогут детям вот точно так же попробовать испечь пироги, попробовать починить машину, флористикой заняться, поварское дело, допустим, попробовать, ресторанный бизнес, робота собрать и так далее. 20 компетенций у нас проходят из 38 заявленных. 20 компетенций, с которыми мы можем познакомить детей сегодня. Этот проект реализуется до конца года, на него каждый год можно входить в проект, заявляться и выигрывать. Мы надеемся, что это станет для нас доброй традицией. А может, вот такое дополнительное образование ребенку заканчат, он школу, он уже определился с профессией, то есть это как минимум уже поможет определиться, понять, что он хочет, потому что в 11 классе, в 10-м очень сложно понять, когда спрашивают, чего ты хочешь, я не знаю. Вот хотелось бы. При поступлении это дает какие-то бонусы, возможности увеличивать? Это дает возможность выбрать то, что тебе будет нужно и где ты будешь востребован. То есть нужно понять, что тебе предлагают, насколько ты к этому готов. То есть нужно понять, насколько в тебе это сформировано, есть ли вообще у тебя... К этому интерес хотя бы. Вот кроме интереса еще возможности. То есть можно хотеть, но при этом не прикладывать никаких усилий. Потому что на начало уже 10-го класса, даже 9-го, нужно выстраивать перспективно свою карьеру, понимать, куда ты хочешь пойти. Бывают случаи, когда не складывается, но все-таки. Понимать, куда ты хочешь, какой путь ты для себя все-таки принимаешь решение выбрать. Ты ориентируешься на какой-то ВУЗ или на какое-то учреждение среднего профессионального образования. Многие ребята уже понимают, где бы они хотели работать и выстраивают вот такую для себя определенную траекторию, когда они понимают. Я в 9-м классе выберу такие-то экзамены, я после окончания 9-го, сдав, например, физику, математику, я пойду, например, в физмат-класс, потому что у нас идет профильный отбор. Потом 10-й, 11-й класс, я уже буду целенаправленно готовиться, например, к физике, математике, к информатике, кроме того, что русские обязательны, и я буду поступать туда-то. То есть мы заранее можем посмотреть на сайт ВУЗа, посмотреть, какие там вступительные испытания, сориентироваться, где востребованы те профессии, те направления подготовки, куда ты стремишься, и уже понимать и двигаться. Не просто хотеть, а уже начинать готовиться. Этим и отличаются наше новое молодое поколение. Они более мобильны, они больше знают, они быстрее находят информацию. Поэтому, если педагог заходит в класс, вот если в точку роста зайдет педагог, который вот пришел что-то им просто рассказать, ну, я так думаю, первые 15 минут он оттуда выйдет и больше он не будет востребован. Если же педагоги наши все-таки все услышали, а мы почти уверены, что это именно так, и они придут с интересными наработками, они в течение 40 минут урока смогут заинтересовать внимание детей, то, конечно, этот урок востребован, интересен, неважно, в первой половине дня он идет в рамках учебного плана, во второй половине дня в рамках доп. образования ребенку интересно, он черпает эти знания, даже если он поменяет направление занятий, занимался, ну, например, информатикой, там, робототехникой, потом вдруг он понял, что его там больше что-то спортивное направление ему более интересно, у него есть возможность попробовать себя, определиться, но уже определившись, начинать работать над собой и понимать, что впереди есть определенная карьера, но нужно работать. То есть не определяться И тогда нужно услышать, что говорит Ольга Андреевна, говоря про WorldSkills, потому что нельзя просто так пройти, вот там, какое-то место в Казани занять. Это кропотливая подготовка. Вот когда рассказывают про спортсменов, утром тренировка, вечером тренировка, это такая же работа. Здесь нужно думать, пробовать, делать, совершать какие-то ошибки, исправлять их и стремиться, стремиться. То есть вот это профессиональное самосовершенствие начинается, но намного раньше. И этим ценен тот опыт, который они приобретают уже в школе. Ну то есть те школьники, которые поучаствовали в WorldSkills, тут уже профессия предопределена. То есть ребенок, да, понимает, чем он хочет. Даже если это будет любимое хобби, это будет суперхобби. Конечно. А еще, знаете, у нас есть очень интересный портал проектория, федеральный портал. И у нас два раза в месяц проходят на федеральном уровне уроки проектория. Они тоже способствуют профессиональному самоопределению. В сентябре уже прошло два урока. Вот, например, первый, пятого сентября назывался «Я помню». Вот сразу по названию хочется сказать, что говорили, наверное, что-то там о музеях было, вот я помню. А на самом деле это о профессиях, которые позволяют создать современный музей. То есть это о тех IT-специалистах, которые позволяют нам помнить, помнить о том, что было в нашей истории, о том, что у нас происходит. Но мы же сейчас с вами не придем просто в музей, вот посмотреть вокруг. Нам хочется посмотреть и в то же время воспользоваться виртуальным, возможностями виртуального музея. Понять, что придя один раз в музей, ты можешь потом черпать и черпать информацию, как-то ее использовать. Педагоги для себя используют в одних целях дети, в других целях. Родители, которые также приобщают детей к культуре, к истории. Это вот один урок. А последний урок, который был 26 сентября. Спасатели, да? Спасатели. Что это такое? Каково это чувствовать ответственность за других? Как нужно себя вести? То есть, какими качествами нужно обладать? И зовут реальных людей, которые побывали в горячих точках, которые действительно оказывали помощь. И эти уроки выложены. Они выложены уже за несколько лет, и можно их смотреть и понимать, к чему тебе это интересно. Понимать, тебе это интересно? Ты бы хотел этим заниматься? Интересны ли тебе эти люди? Интересны ли они рассказывают? Или, например, дети хотят, а посмотрев что-то, говорят, а я бы, наверное, не смог. И ориентируются на что-то в этом же направлении. И поверхностно все-таки знает, кто или иной. Поэтому знакомство с профессиональными пробами, которые будут проходить у нас в Крае, в том числе в этом году, на базе учреждений среднего профессионального образования, на базе вузов, вот эти уроки проектория, то, что проходит у нас в школах, и в точках роста, и в кванторе, это все способствует тому, что дети все-таки лучше чувствуют себя. Я хотела добавить, что, извините, наряду с традиционной профилитационной работой в учреждениях, которые проходят на базе наших колледжей и техникум, это не только Дни открытых дверей, хотя они сейчас проводятся совершенно в новой форме, когда каждый ребенок может прийти и себя попробовать. У нас ежегодно проходит форум профессиональных образовательных организаций «Найди свой путь к успеху», где профессиональные образовательные организации рекламируют не столь себя, а сколько профессий и специальностей, на которые может прийти и обучиться любой школьник. В этом году я обращаюсь к нашим телезрителям с 14 по 22 октября в городах Невиномыски, Ставрополе, Минеральных водах, Дивная, Просковея, Станица Григорополийская и также Георгийск пройдет данный форум, где ребята смогут пройти элементы профессиональных проб по различным профессиям и специальностям. Всех ждем, ждем ребят и родителей. А скажите, вот сейчас в профессии, пока мы сейчас затронули тему, в профессии рабочие, как дети идут? Набирает она популярность? Или все-таки больше уходят сейчас в IT, современные технологии? Я хочу сказать, что современные профессии, они настолько начинены теми современными технологиями, о которых сейчас говорите. Как таково грань стирается между профессией и специальностью. И конкурс на профессии в этом году у нас по некоторым направлениям достигал четырех человек на место. Это очень важно. Если позволите, добавлю, возвращаясь к IT-кубу, вы спросили, как могут результаты обучения ребенка после второй половины дня повлиять на его поступление в ВУЗ. Вот, к примеру, у нас в IT-кубе две программы, вот эти, которые я обозначила, это программирование на Python языке и мобильная разработка. Когда дети мобильные приложения создают, эта программа мобильная разработка создается при партнерстве IT-школы Samsung. Год обучаются дети, получают сертификат, там очень такой серьезный отбор, и в итоге они имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в 19 вузов страны. Ух ты! Есть такой договор. Это хороший плюс. Небольшой пример, да, как бы как можно вот уже напрямую пройти в какой-то вуз, в который тебя сориентировали в точке роста или где-то еще в системе дополнительного образования. Но надо понимать, что современному ребенку ему нужно ориентироваться как можно раньше в будущем самоопределения, вот определяться. И даже та школа Samsung, о которой говорит Ольга Николаевна, Яндекс, Лицеи, они все-таки предполагают систему отбора и отбор проходят не все. И все ориентировано на то, чтобы не приходили случайные люди на вот эти направления. То есть есть, например, точка роста, прийти может любой и попробовать себя, свои силы, как оно движется, там почему так движется, изучать вот эти процессы технологические, информационные. А есть более специализированные, поэтому дети в седьмом, в восьмом, в девятом классе в основном определяются, пройдя путь профессиональных проб, если они определяются, то тогда их ждет с нашей точки зрения более реальное, что ли, близко им будущее, вот понятно им, где они себя найдут и действительно будут счастливы в своей профессии. Спасибо вам большое, очень интересно. Время нашей программы подходит к концу и хочется сказать, что у нас сейчас образование будущего. Мы движемся вперед и это не может не радовать. Поэтому не стесняйтесь, отправляйте своих детей, пусть учатся, пробуют, чтобы в дальнейшем им было лучше. Это был прямой эфир на своем ТВ. Меня зовут Роман Выстероп. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин